Психоз, который взвинчивали в связи с украинскими событиями, ну и реальная война, и конфликт реальный, такие вещи даром не проходят. Это было связано с политикой Клинтон и Обама. И, конечно, Трамп воспринимается многими интуитивно как изменение к лучшему, возможность ухода от жесткого конфликта, конфронтации с США, который на самом деле, конечно, тяжело дался россиянам, поскольку все понимают прямую связь между конфронтацией с США и ухудшением уровня жизни нашей страны. Можно сколько угодно говорить, что санкции ни на что не влияют, но санкции влияют, безусловно, в частности, санкции влияют на возможность размещения российских средств, чем Россия всегда пользовалась в американских ценных бумагах. И, безусловно, с прилавков исчезли многие товары, которые, как мы видим, обеспечивались, в частности, финансовыми нормальными ровными отношениями с американцами. Поэтому я думаю, что, конечно, симпатия к Трампу – это симпатия к человеку, который говорит черным по белому «я попытаюсь наловить отношения с Россией, с Путиным». И люди это слышат и верят в это. Никто не хочет ни войны, ни холодной, ни конфронтации. В России нет принципиально никакой-то ненависти к Западу. Просто все хотят каких-то вменяемых, понятных отношений. Отсюда и симпатия к Трампу.